Ну что, трудяги, всем привет! Всех привет на канале! В общем, давно не было вот такого вот видео. Дело в том, что я уехал с Кошмака. Так, давайте выезжаем с заправки. Вот, уехал я, значит, с Кошмака, так как там приключилась неприятная, так скажем, история, которую я сейчас расскажу. Ну, вот, там, в общем, мы убрали там Сорга, да, то есть Меркули убрали, извиняюсь, но я это не снимал, так как там запретили снимать. Я не знаю почему, не знаю зачем, но сказали, чтобы ты лучше не снимал. Вот, ну, в общем, я сказал, ладно, не буду снимать. Вот, и потом на следующий день приезжают какие-то люди, вот, цельсовета или откуда, я без понятия, вот, и говорят, что там не какой-то ибо кредит, ну, тут или что-то еще. Короче, земля, на которой построена у нас бригада, да, она взята в кредит, приведущая владельцам. Я хер знает, как это, друзья, на самом деле делается, как оно так взялось. Вот, ну, короче, я, насколько я понял, приведущий владелец не выплатил кредит и продал нам. Вот, теперь вопрос к начальнику. Какого хера не проверить было все документы? Ну, тут уже я не знаю. В общем, да кошмак, я пока что оттуда, друзья, уехал. Вот, мы вернемся обязательно в кошмак, но, во-первых, там разбираются закриви. А во-вторых, там база нам, или перестраивается, короче, на бригаде у нас там ремонт. Так что на данный момент мы находимся в селе Грязное. Вот. И на данный момент пока что мы будем работать здесь. Здесь поля небольшие. Вот. Ну, здесь самое большое поле это... Ух ты, завеслось. Это 70 гектар. Самое большое поле это 70 гектар. Вот. В целом, мы уже пригнали мой джиндир с прицепом-перегрузчиком. И вот, сейчас я уже почти приехал и лицезрим, так скажем, технику. Так, секундочку. Так, друзья, в общем, мне позвонил Лёха. Помните, Лёха, который с нами на кошмаке работал? В кошмаке. Вот. Который еще на тракторе, на МТЗ с бочкой катался. Вот. Позвонил, сказал, что сейчас не приедет. Ну, Лёха, кстати, тоже в Грязное переехал. Вот. Так как, ну, на кошмаке пока что делать особо так и нечем. Вот. Так как там строится база. Ну, или она расширяется, или что. И там, ну, опять же уже повторюсь, что кредит. Участок этот, на который у нас база, кредит. Кредит, ну, взгляд. Предыдущим владельцам и владелец им выплатил кредит. Я все знаю, как так можно, опять же, повторюсь, взять землю. Но. Вот. Но в итоге там разбирались. Что-то как. Вот. А тем временем мы, друзья, уже приехали в... На нашу бригаду новую. Кстати, вот он мой дом. Ну, как дом? Общагу. Хорошо. Давайте сейчас мы откроем воротам. Вот. Это старая бригада, друзья. Вы, наверное, ее знаете, а может и нет. Кстати, вот мой прицеп-перегрузчик. Вот мой джунгир. Короче, сегодня я вам сделаю такой обзорчик. Ру... По базе. Так, какая-то не тут. Так, машина куда-то сюда. Там, кстати, у нас комбайн вот пинется. Ну, как-то нет. Мы готовы. Уборочный СОИ. Надеюсь, что пара кайф туда поставлю. Никому здесь не буду мешать. Так, отлично. Все. Давайте теперь закроем ворота. Вот денег, друзья. Я с тобой особо так не брал. У меня на счету 12 тысяч. 7 сентября. 7 утра. Ну, и давайте вот пробежимся по технике. Вот, Т-150. Вот такой старый, добрый наш Т-150. Дисковая барона. ВДП. Так, дальше. Джунгир мой, собственно говоря. Вот он. Джунгир 8Р410. Ну, и мой прицеп перегрузчик. А, давайте, друзья, мы с вами посмотрим на поля. Поля, как вы видите, небольшие. Вот. Вот наши участки. У нас... Сколько? Четыре участка, да? Да, четыре участка. Это пятнадцатое поле. Двадцать третье, двадцать второе и семьдесятые. Вот. На которые у нас самое большое поле. Это семьдесятые. Семьдесят три гектара. И я, наверное, буду где-то в октябре его дисковать. Вот, где-то, думаю, в октябре мы поедем на дисковку. А по... А на сою, я думаю, мы когда-то... Уже соя созреет. Вот-вот уже последняя стадия. И мы поедем с вами молотить сою. И также под солнечник. Вот. Опять же, я не знаю. Так как у нас, друзья, есть дом. Вот он, дом 1500Б. Вот. И здесь вот... Ну, вы понимаете, да? Я думаю, что... Ибо еще один прицеп-перегрузчик появится. Или же... Ну, короче, посмотрим. Вот. Но в планах у нас молотить подсолнечник... Подсолнечник на этом комбайне. Вот. А сою уже будем молотить на... Полесь. Кстати, вот буханка стоит, друзья. Буханочка. Вот комбайн. Что-то здесь сломалось. Или ТО проводится, или что-то... Сломалось. Я не вникал. Это здесь Михалыч работает над этим комбайном. Над Полесье. Так, не будем. Вот для этого комбайна. Это Михалыч скажет что-то... Что-то на чуде. Вот. Также, друзья, у нас есть дела. Вот. Зилок вот такой вот. Так, ну и сейчас сюда мы переместимся, так скажем. Поедем вот сюда. Вот. Там у нас тоже интересно. Вот там, как вы уже можете заметить, у нас тюки. У нас идет сбор тюков сейчас. У нас... НТЗ на... Какого у нас? На 22-ом поле у нас НТЗ, да? Да, на 22-ом поле у нас НТЗ. Вот стоит. Мы туда тоже поедем. Короче, давайте пока что мы отсюда выедем. Вот, пока работать мы здесь не будем. Нет, как мы будем, но основная работа, я так полагаю, когда начнется? Основная работа начинается у нас... В октябре, я думаю. В октябре где-то мы работать начнем. Так, давайте поехали. Вот, ворота мы закрываем всегда. То есть у нас нет такого, что ворота всегда нараспашку. Вот, выехал, после себя закрыл ворота. Все, поехали. Вот, в основном, друзья, здесь нам будут еще новую технику, я думаю, привозить. Вот, привезли уже по лесу. Нам вчера... Ну, вчера и джиндир, и по лесу, в общем, привезли. Мне еще обещают привезти джиндир какой-нибудь. Томбайн. Так, это щит, там. Щиток, трансформатор. Вот, друзья, мы на этой бригаде. На базе, я так скажу. Кстати, нам говорят, еще будет менять элеватор. Короче, тут жизнь доживет. Так, пока мы тоже сюда заедем. Ну, здесь, видите, у нас стоит МКЗ, вот такой вот. Трактор МКЗ, вот мы тут тюки так грузим. У нас здесь склад тюков. Соответственно... Ну, вот еще, соответственно, ЮМЗ еще привез тюки. Вот он. У нас вот такой трактор ЮМЗ. Есть. Ну, у нас в основном здесь была небогатая. Там где кто-то отключил. Небогатая в основном у нас была тут. Фирма. Вот, ну, а теперь уже будет побогаче. Дальше. Здесь у нас элеватор. Здесь у нас 170 другие тонны овса. Вот. Ну, возможно, будем менять этот элеватор. Возможно, его оставим. Я не знаю. Вот. Но агроном, как бы, говорил и начальник, что... Будут якобы менять этот элеватор. Ну, вроде бы элеватор хороший. Чего менять? Ну, рассказали, значит, будут менять. Так. Здесь у нас что? Здесь у нас картофель. Здесь у нас склад картофеля, друзья. Вот. Но картофеля у нас пока что нет. Мы не занимались пока что. Так. Что дальше еще могу показать? Вот. Дальше. Нам надо бы ездить на... 15-е поле. Ну, давайте посмотрим, съездим на 20... Какое? 22-е поле. Ездим. Посмотрим, как там продвигается работа. Вот. Насчет кошмака, друзья, просто у меня очень много вопросов засыпали. Когда продолжение? Когда-когда? Друзья, сорга мы убрали. У нас там получилось около 500 с чем-то тонн сорга. Как у нас вышло. Ну, возможно, уже в ноябре аж приеду я и то, не точно. Короче, посмотрим. Как скажут, когда можно будет возвращаться на кошмар, так и вернемся. Ну, когда там работа будет идти. Вот, естественно, мне, друзья, здесь непривычно как-то в старой бригаде, да, на старой базе, так как здесь маленькие поля. Так, этот переезд у меня, друзья, ух ты. Конечно, здесь, да, одно удовольствие, этот переезд. Вот тут что, вы видите, деревни, села, поселки. Так, вот сюда, да, заезжать. Я просто, друзья, ну, буквально дня три назад сюда приехал. Особо так еще не изучал окрестности. Вот, так сказать, не вспоминал. Да, вот, видите, уже там тюки. Вот, мы особо так далеко заезжать не будем. Потому что мы можем застрять. Так, по краю поля проедемся. Вот он, МТЗ, да? Это же МТЗ? Да, МТЗ. Беларусь. Какой он, ФОБОК. Вот здесь, друзья, был овец у нас. Убирал дом 1500, соответственно. Так, и вот, даже мы можем подойти к... Ну, давайте мы подушим машину. Убирал джерала. Вот, и вот, мы можем даже подойти к нашему 23-му полю, где у нас подсолнечник. Вот, здесь, друзья, поля, как я уже говорил, небольшие, абсолютно небольшие поля. Вот он, подсолнечник, подсолнечник. Ну, 7 гектар, что там, друзья. Вот, даже. Вот, можем даже посмотреть, сколько гектар поля. 64-й участок поля 57 гектар, 17, 8 гектар, 19, 7, 7, 15, 19, 3 гектара вообще, 13 гектар, 42 гектара, 69 гектара. Вот, кстати, у нас здесь хлопок растет. И наши поля 19 гектар и 7 гектар. Вот, ну и, друзья, соответственно, агроном хочет купить эти все поля. Вот, ну, точнее, не агроном, а владелец нашей агрофирмы. Вот, ну, как сказать агрофирмы? Агрофирма у нас в фашмаке. Здесь просто фирменское хозяйство хочет скупить вот эти вот все поля. Вот это вот все. Вот, видите, здесь лес, да. Вырубать этот весь лес, но это где-то будет в декабре, да. И объединить их. Представьте, какое это будет огромное просто поле. Вот это все будет, друзья, одно большое поле. Это просто, друзья, кошмар. Вот, вот там, да, вот тогда нужны будут жильдиры, классы, кейсы. А пока что, ну, вот, в любом случае, ну, пока что в грязном будем работать, а там уже решим. Вот. Так, окей. Не ездим. Вот, давайте поедем, посмотрим на Сорга. У нас сегодня такой обзорный, обзорная серия. Вот. У нас с вами, друзья, сегодня такая вот обзорная серия. Вот, там уже решим. Вот, возможно, другой пицца-перегрузчик будет, да, для Дональд. А может, сразу там... Так, это я забыл, куда это нам... Надо выезжать сюда, да. Вот, так же у нас есть КАМАЗ, друзья. Есть у нас КАМАЗ, но он не без понятия, где находится. Возможно, он сейчас куда-то поехал в другой колхоз. Профтыкал. Вот, так что вот такие, друзья, у нас дела. Вот сейчас поедем, посмотрим на поле Сорга. Вот, в основном, тут планируется реальное масштабное... ...питяльское хозяйство. Так, вот там, да, будет сейчас поворот? Где-то тут. Да, вот он, это поворот, да, направо. Через деревню, вот так вот мы едем. Вот, видите, дома тут. Такие вот. Вот, в общем, здесь мы тоже будем обживаться, так скажем. Также здесь тоже есть лес, будем пилить и лес. Ну, в общем, работа найдется. Так, у нас 15-е поле. Летим. 120 км в час. Летим. И что? Летим уже, пора ленять. Так, вот он, друзья, поле Сорга. Ой, Сорга. 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 Сорга, не уже, не уже. Вот она. Сорга. 15 гектар, но я думаю, здесь Сибаддон будет молотить, Сиба... Повесит. Скорее всего, думаю, Повесит будет молотить. Вот и ясно прицел с прицепом-перегрузчики на джунгеле. Видим, такой вот туманчик. Утренний. Так, ну и вот, в принципе, друзья, и всё. Вот здесь, сказали бы, будет поле ещё расширяться. Вот этот участок купим. Ну, короче, тут это поле будет реально расширяться. Возможно, будем экстримы проводить. Если позволит интернет, так как интернет здесь, соответственно... Ну, друзья, какой в силе хороший интернет, врачи? В силе лишь бы простой интернет был. Вот, какой там хороший. Ну, друзья, короче говоря, будем здесь обжиматься, я так надеюсь. Надеюсь, вам будет интересно смотреть работу в силе Грязном. Вот, извиняюсь, что так долго откидывал, да, по такому вот контенту. Ну, вот, пока что, друзья, мы отдыхаем. Пока что, я думаю, я поеду домой. Ну, соответственно, домой, имею в виду в кошмак. Так как там у меня дача, там у меня вещи. Думаю, поеду в кошмак, там соберу вещи. Так, немножко я опять простыкал товорот. Ничего страшного, давайте развернемся, никто нам этого не запрещает. Вот, дособираю я все вещи и, соответственно, вернемся уже сюда, когда будет работа. Вот, или когда нам привезут какую-то обновку, джонгир, да, или какую-то новую технику. В общем, друзья, посмотрите. Вот, возможно, еще кукурузой будем покупать, поля у нас там есть, однополис кукурузой. Вот, Андрюха еще должен приехать на Габелье. Он сейчас поехал в другое село. Вот, вообще, друзья, пока что я поеду в кошмар, соберу свои вещи. Нет, полностью. Вот, и приеду уже сюда. Так, ну, в принципе, все. Давайте, кстати, напоследок мы заведем джонгир. Вот, сейчас мне просто надо здесь часть К2 поработать еще. Обслужить, так скажем, технику. Заведем нашего коня. Вот, работает. Работает. Оно работает у нас. Освещение работает. Тут супер. Приборная панель тоже работает. Вот. Так, ну все, в принципе, глушим нашего зеленого мотя. Пока у нас здесь постоит до следующей уборочной, вот, которая вот-вот будет. И будут дальше у нас интереснее и интереснее, друзья, контент. Вот, плюс ко всему нам еще... У нас еще здесь есть зерно. Что это? Пшеница или ячмень? Скорее всего, ячменька, да, это? Да, наверное, ячмень. Вот, плюс ко всему нам надо еще отсюда ячменьку, зерно вывозить. Вот, нам надо освободить, так скажем, вот этот вот ангар, это помещение. Короче, друзья, работа здесь у них проворот, действительно. Вот, даже больше, чем на Кошмаке. Вот, любимый прицеп-перегрузчик. На котором мы будем работать. Вот, сейчас еще КамАЗы должны приехать. Ближе ко дню, к вечеру. Короче, друзья. Вот, на этом все. Я на этом буду прощаться. Я сейчас нагоняю в Кошмак. Наберу все свои вещи. Дособираю все мои вещи. Вот, и приеду уже сюда. Будем здесь работать, друзья. На этом все. Всем огромное описание. Всем удачи и всем пока. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!